Здравствуйте! Вы на канале Сад без секретов. В этом видео садовод из Челябинска Светлана Иосифовна Мартынова поделится с вами своим секретом, как можно отпугнуть от овощных растений различных гусениц и даже слизней. Этим приемом садовод пользуется много лет. Для приготовления средства понадобятся совершенно простые и доступные компоненты, но эффект от средства замечательный. Гусеницы, которые вредят плодам перцев или капусте, будут обходить, вернее, оползать ваши растения стороной. Добрый день! Мы сейчас с вами займемся очень интересным делом. Все садоводы на улице растут растения. Перцы, капуста, редис, редька. Все испытывают одну и ту же проблему, что в теплице, что на улице. Это присутствие гусениц. Вот смотрите, у меня вот на листьях вот такие дырки. Гусеница ночная, днем ее невозможно отловить. Если только в 4 утра, можно попытаться собрать руками. Вот такие дырки она вначале делает на листьях, но потом она начинает безобразничать на перцах. Как только перцы набирают сахара, гусеница прогрызает в них дырочки и устраивает там себе дневное лежбище. От этого перец не созревает, он просто начинает загнивать. Поэтому мы сейчас будем проводить борьбу с этими гусеницами. Проверенным лет 10 я пользуюсь этим методом, и за счет этого я собираю хорошие урожаи. Первое, что мы должны сделать, мы должны смочить сами перцы, мы должны смочить обычной водой. Вот я сейчас перчики смачиваю. Много не надо, и теперь я делаю смесь. Посмотрите, пожалуйста, у меня спитой кофе. 50 процентов просеянной золы. И сюда же я вношу приблизительно две столовые ложки острого горького красного перца. Вот перца можно не жалеть, можно и побольше. Вот сюда мы его. И в эту же смесь я добавляю табак. Это вот у меня махорка. Еще советского периода. Но запах чудесный. Самое то, что нужно. Вот пачку махорки. Все это я перемешиваю тщательно. Вот у меня, видите, получается все перемешано. Каждый продукт, здесь заложенный, несет свою ответственность и свою функцию. Вот я все перемешала. И теперь посмотрите, пожалуйста, что я делаю. Я беру и вот сюда у плодоножки на мокрый перец насыпаю этот препарат, замешанный мной лично. Вот каждый перец. Мне времени не жалко, зато жалко, когда хорошие большие перцы будут прогрызаны и, можно сказать, уничтожены. Вот так я спасаю свои перцы в теплице от нашествия и прогрызания гусеницами. Ничего, что попадает на листья. Единственное, что я советую делать, это в перчатках, потому что красный перец жгучий, он, конечно, на мокрых руках ведет себя соответственно. Я хочу вам посоветовать не только на перцах в теплицах, но и на капусте. Потому что капусту у нас тоже, особенно раннюю, нежную, очень любят всевозможные бабочки, откладывают туда яйца, гусениц там выводят. И поэтому иногда молодую капусту и слизни посещают. Поэтому давайте мы сейчас с вами еще посмотрим, как я пользуюсь этим препаратом. На капусте смешать его очень просто, нетрудоемко. Все можно найти в продаже у себя дома. Но самое главное, что нужно просто вовремя это сделать. Опрыскиваем мелким разбрызгом. Ну и, конечно, не сыпем там, где образуется качан, а вот так аккуратно по периметру. Вот так аккуратно по периметру. На те листья, которые не участвуют в завязывании качана. Иначе эта смесь у вас будет внутри качана. Не очень хорошее дело. Но, еще раз говорю, очень достойное отпугивание. Вот на нижние листочки сыпем. Особенно на те, которые на земле находятся. Они самые прогрызанные. И вот таким образом будем защищаться от непрошенных гостей. Надеюсь, что вы попробуете это отпугивающее средство. И поделитесь своими результатами в комментариях к видео. Либо опишите свои рабочие приемы, с помощью которых вы боретесь с вредителями на овощах. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok